Друзья, здравствуйте! Алексей Гоуман, меня зовут. Вы, как всегда, на официальном YouTube-канале Дмитрий Гордон. И сегодня с нами впервые известный режиссер театра кино, талантливый композитор, актер. Этот список, в общем, можно продолжать долго. Еще Юрий Мамин. Юрий Борисович, здравствуйте! Спасибо, что нашли время. И позвольте сразу, пользуясь возможностью, поздравить вас с прошедшим днем рождения, сил вам и вдохновения. Благодарю вас, Алексей! Друзья, уверен, появление здесь Юрия Борисовича уже достойно лайка этой беседе о авансах. Нам хочется, чтобы большее количество людей увидело нашу сегодняшнюю беседу. Тем так много, которые хотелось бы обсудить. Я, когда сегодня готовился к интервью и думал, с чего начать, наткнулся на ваше интервью изданию «Бульвар Гордона». Как раз сейчас мы с вами на YouTube-канале Дмитрий Гордон. В 2019-м вы давали интервью «Бульвару Гордона» и тогда рассказывали о своем отъезде из России. Мне в этой всей истории очень заинтересовало то, как вы сказали, что к вашему отъезду в свое время приложил руку и Никита Михалков. Вы его тогда назвали, цитирую, «главным олигархом российского кино». Что это значит? Значит, он хозяин кино. Он диктует свою волю министру культуры и кинематографии. Он присваивает себе средства, какие только может. В авторских правах, от продажи носителей процент он себе приобрел. Но он ничего не выпускает в данном случае. Вы знаете, дело в том, что тут я недавно увидел перечень его должностей. Оно количество зашкаливает. Там, по-моему, 2-3 страницы сплошных, вообще говоря, строчек. Так что, да, это олигарх. Это его главное стремление и главная мечта жизни. Она возникла у него, вероятно, она всегда была, но возникла возможность для ее осуществления, наверное, после 70-х годов. Вот тогда он занимался творчеством. И все-таки работал на свой художественный имидж, работал, чтобы победить как бы первенство брата, чтобы доказать, что он не только актер, но и талантливый режиссер. Да, он талантливый режиссер, действительно был тогда. И надо сказать, что сделал... Вообще тогда, я когда учился на курсах, кстати говоря, учился я у Рязанова, а вместе со мной вели курс комедийный еще Данелия. И свой курс вел Никита Михалков. Это был второй раз, когда он вел курс. Рязанов, кстати говоря, первый. И надо сказать, что в то время, еще до этого, считались лидерами российского кино это Михалков и Тарковский. Совершенно разные люди, но никто не спорил с этим. Действительно, это были два лидера, которые поражали новизной кинематографических открытий. Но после 70-х годов для Михалкова это все закончилось. У него возникли новые приоритеты. Может быть, просто старые вышли на первое место. Это жажда власти и жажда денег. Этим он занимается в течение всей своей последующей жизни. А художественные возможности у него быстро-быстро слабели и, по-моему, сошли совершенно на нет. Я слышал такой тезис, что Михалков вам завидовал. Подтвердите или опровергните. Ну и как он повлиял на ваш отъезд? Я не думаю, что он не завидовал. У нас совершенно разные эстетические предпочтения с ним. А что касается того, как он повлиял на отъезд, он просто содействовал тому, чтобы меня лишили работы. Он этим занимался очень активно. Он любит говорить о тех людях, с которыми он сводит счеты, что он их не знает. А кто это такой Мамин? Как он в свое время когда-то сказал. А кто такой Беньшов? Несмотря на то, что тот уже получил открыт своего. Он лишил меня возможности работать через медиинского своего клеврета по существу. Он ему в рот всегда смотрел. Через другие объединения. Я выяснял этот вопрос. Почему, например, мне не дали возможности снимать окно в Париж 20 лет спустя? Хотя французы были согласны поддержать проект и официально объявили, что дают миллион евро. Ну, начальную такую сумму, которой нужно было тогда присоединиться российским продюсерам. Но вдруг дело затормозилось, хотя так бодро началось. И никто не мог определить, в том числе мой московский продюсер, откуда, вообще говоря, идет эта неприятность. Он выяснил это досконально и объявил мне, что все идет от Михалкова. И ему я верю, потому что я сталкивался с тем, какой это человек коварный, какой это обманщик, насколько он не искренний и так далее. Про него даже говорить противно. Ну, а все-таки, как вы считаете, почему он такие палки, так скажем, в колеса вам вставлял? Какая его мотивация была? Бестительный. Дело в том, что я его обошел на фестивале «Золотой дюк». Это был первый фестиваль перестройки. Самый знаменитый, мне кажется, в России. В России собрался весь цвет российской интеллигенции, цвет режиссуры, цвет кинематографии, цвет журналистики. Там был и Михалков, куда пригласил его директор фестиваля Говорухин, тоже его друг и клеврет, который смотрел ему в рот, старался всячески угодить. Туда привез Михалков свою картину «Очи черные», где в главной роли снялся Марчелло Мастрояне. Он обещал ему «Золотого дюка», сказал, что он будет стоять у него в доме, у Марчелло. И мало того, пока жюри конкурса выбирало и рассматривало фильмы, представленные в программу «14 картин», Михалков с Говорухином устроили некое представление в оперном театре Одессы, где на сцене Марчелло Мастрояне, девицы, танцующие кардебалета, вручили этот самый приз «Золотой дюк», и он с ним тоже вместе с ними танцевал. То есть это при публике означало, что он и есть победитель. Но тогда, в общем, так было принято думать. Вероятно, Говорухин в этом не сомневался. Ведь до этого любое решение партийных властей, каким относился, кстати говоря, и Говорухин, он был их представителем, оно было решающим для любого фестиваля, и в том числе для московского, для одесского. Они решили так, что будет фильм Михалкова и Марчелло Мастрояне. Но так не произошло, потому что это была уже перестройка. Они этого не почувствовали. И состав жюри был совсем другой. Председателем был Эльдар Рязанов. Вместе с ним в жюри входили Коротич, главный редактор Огонька, и Жванецкий. Вот они и не допустили. Мало того, все единогласно проголосовали, в том числе и еще двое других участников жюри. Это был художник Глужунов и композитор Богословский. Они тоже дали свои голоса за мою картину. Рязанов отдал два голоса свои как председатель жюри, но сказал, что их даже не надо было бы использовать, потому что все единогласно проголосовали, что лучшая картина – это «Фонтан». Петербургского, Лейградского тогда режиссера Юрия Мамина. Но я был уже известен в кинематографических кругах, потому что до этого у меня был прошумевший на всю страну дебют. Праздник Нептуна, который, кстати говоря, произвел сурор на Пятом съезде кинематографистов. Революционном съезде, где, кстати, согнали со своих мест и Бондарчука, и Михалкова, где был назначен новый руководящий состав во главе с Элемом Климовым. Ну и да, конечно, это было тоже неприятно. Это было связано опять-таки с моим именем. Надо сказать, что оператор Михалкова, Сергей Лебешев, он смотрел мой фильм «Праздник Нептуна» 18 раз, проружжал к Михалкову все уши. Он сказал, что это мое любимое кино. Лучше я не знаю, я о таком мечтал. Вот ему было, конечно, тоже это неприятно. А когда мой фильм оказался победителем, но он затаил злобу жутко. Я видел его в тот вечер, когда было объявлено о результатах. Он был в дымину пьяный, очень расстроенный. Сказал, я вашей корзины не видел, к сожалению, но я посмотрю ее. А прежнюю смотрели. Да, это замечательно. Вот такой он был. Но злобу затаил. Потом он начал борьбу с фонтаном. Он его отсмотрел, собрал критиков и стал разбирать просто покадрово, насколько она плохо сделана, плохо снята и так далее. Кого-то даже типа Плахова убедил в том, что да, действительно, это не уж не такое. Может быть, именно слишком увлеклись. На самом деле, они были люди негражданственно заряженные. Они не поняли, что этот фильм – это не кино и не киношка. Это не развлекательная картина и не придуманный сюжет. Это портрет России того перестроечного времени, когда ложенги не соответствовали поведению чиновников. Когда они произносили очень много правильных слов, а сами пытались возродить прежнюю советскую Россию. Сейчас Михалкова называют чуть ли не одним из главных доносчиков в России. Его программа «Бесогон» еженедельная превратилась в обзор тех, кого он клеймит позором, тех, кого он называет предателями, пособниками нацистов и так далее. Поговаривают, что даже именно Никита Михалков донес Путину на участников той самой голой вечеринки, которую мы все широко обсуждали в конце прошлого года. Сразу возникает вопрос, а почему к Михалкову так прислушиваются? Почему он имеет такую власть, доступ к Путину, и он может создать вот такие проблемы, за которые потом пришлось месяцами извиняться таким звездам, как, например, Киркоров тот же и многие другие? Потому что они с Путиным вообще говорят два сапога пара. Они очень похожи друг на друга. Это два коварных человека, обладающие иезуитским способом мышления, очень такие продвинутые политиканы, хитрецы, люди, которые… Ну, например, Михалков хвастается тем, что он не поставил ни одной своей подписи ни на одном финансовом документе, заставляет делать это своих заместителей. Они очень похожи, они врут постоянно, они лавируют, они достигают все время… Они шли к карьере таким образом. Они готовы льстить при любой власти. Ну, известно, что Путин был при Савчаке, потом при Ельцине, потом оказался со мной, и Михалков был такой же. Он был и при Ельцине, и при Путине он расцвел. Обоим говорил комплименты необыкновенные, как он ратовал, как он защищал Ельцина, говоря о том, что он муж России, что Россия – это женщина, которому нужен такой мужик, как Ельцин. А потом его предал, велел даже закрыть мемориал, связанный с ним в Свердловске. То есть борьба была такая абсолютная. Он меняется, он иммигрирует, он полишинель абсолютный. У него нет внутреннего мира. Что касается его передачи «Бесогон», то здесь он неожиданно для меня проявился как человек очень ограниченный и глупый. Я не знал, что он настолько ограничен и глуп. Мне казалось, что все-таки это начитанный человек из интеллигентной семьи, развитый. Оказалось, нет, нахватанный скорее. Он очень одарен был и работал за счет своей художественной интуиции, которая подчас богаче гораздо ума. Но когда она оказалась ему не нужна, когда он занялся совсем другими вещами, поисками власти, денег, бабла, стяжательства, карьеры, захвата всего, чего только возможно в России, ну и, конечно, денег, то тогда ему понадобились совсем другие качества. И там ум не на первом месте и знания. Там хитрость на первом месте. Поэтому он верит в каких-то тараканов, летающих в этих заряженных комаров, в то, что во всех этих вещах содержатся какие-то высокие западные технологии, которыми оглупляют русских людей. Но он говорит такую глупость. И я смотрю на него, вероятно, он, так сказать, думает так. Он так вот мыслит. Глупости, он говорит, неимоверные. И его аудитория – это показатель тоже глупости. Я не знаю, какая она, миллионная, может быть, несколько миллионов. Но это вот самые большие дураки России. Ну вот, если уж Михалков главный доносчик России, то, в общем-то, его аудитория, как я понимаю, тоже принимает участие к росту статистики доносов на территории Российской Федерации. Вот чистая статистика, да, значит, лишь за 2023 год количество новостей, связанных с доносами, увеличилось по сравнению с 2021 годом в 26 раз. Но если раньше доносы – это было же такое дело интимное, скажем так, его на публику не выносили. То есть, ну, пойдешь, напишешь, значит, куда следует, стуканешь, и, в общем, добьешься какого-то результата, вероятно. Сейчас на перегонки просто, ну, кремлевские резоблюда пытаются делать это в публичной плоскости. Количество этих доносов за время войны просто выросло в разы. Как вы считаете, с чем это связано? Это связано с техническим прогрессом. Когда в сталинское время не было ни интернета, ни возможности вот так вот публично выступать, давать отзывы на все, откликаться человеку, ничего из себя не представляющего. И вдруг он может заявить обо всем, о себе на весь мир, даже выматериться, как он хочет. И это все спечатается и каким-то образом обсуждается, вызывает реакцию. У одних негодование, у других поддержку. Но это очень важно для мелких людишек. Какие, ну, это, скажем, обывательской толпы. Это так, для них существенная вещь. Вот этот технический прогресс дал им возможность. Какое удовольствие заявить о себе, тут же написать свое мнение о любом вопросе, даже, если сильно особенно не задумываясь, и оказаться в публичном пространстве. Это новое для них. И именно с этим связано количество доносов. Если бы они отвечали за свои поступки, если бы им говорилось о том, что их фамилии будут потом высвечены, что мир изменится, изменится Россия, они бы постереглись. Но у них не хватает воображения для того, чтобы задуматься о будущем и о перспективах страны. А вы верите в институт репутации, Юрий Борисович? Вот после падения путинского режима все те, кто публично присутствовал на его инаугурации, ездил на оккупированной территории, публично поддерживал войну и убийство украинцев. Как вы думаете, им с рук сойдет или нет? Нет, не сойдет. Другой вопрос, что многим удастся как-то спастись, уйти. И мало того, под обстрелом окажутся даже не самые коварные и преступные люди. Но это будет. Позор будет. Они будут скрываться от него. Будут скрывать это от детей. Будут всячески переекраивать свои биографии, переосмысливать то, что было сказано, оправдываться, как они могут. Это я предвижу. Но есть много людей, которые не смогут очиститься. Несмотря даже на их изворотливость. Типа Владимира Соловьева. Ну, не очистится уже. Перешел все грани. Поэтому, конечно, это будет иллюстрация будет, и позор всеобщий, и преследование, и судебный, и прочее, и общественное порицание. Потому что мир будет меняться в это время. Конечно, это так. И это мы наблюдаем в истории. Мы можем вспомнить историю Германии, и вообще говоря, падение вот таких вот тиранских империй. Ну, сразу вспоминается пример, например, той же Лени Рифеншталь. Я, конечно, с Михалковым ее не сравниваю. Но она после этого рассказывала о том, что я снимала, я не знала о том, что происходит. Да, я человек культуры. Это была моя работа. И, в общем-то, возможно, Михалков также скажет, что я не знал, что украинцы выбивают. Меня заставили. Нечто подобное, как считаете? Нет, не так все. На самом деле, Лени Рифеншталь снимала фильмы про Гитлера, когда она в него верила, и когда в него верил весь мир. Это был выдающийся лидер страны, которую он поднял из пропасти. Он дал ей перспективы. Он дал ей цели. Она поверила в себя. Народ поверил. Ну, когда ты видишь этих людей, которые, вообще говоря, с оголтелыми глазами смотрят на своего лидера, верят в него, ощущение полного счастья, что впереди им открыта дорога. В Германии началось бурное строительство. Вообще она расцвела. Какие здания, какие ритуалы. Как она дисциплинирована. Как она удивляет весь мир своими, действительно, этими пышными и эффектными ритуалами. Это все было связано с Гитлерами. Его уважали по всему миру. Он был лидер. К нему прислушивались, на него равнялись. Он показал себя гораздо позже. И когда он показал себя, Леонид Рифенштайн отказалась от его поддержки. Она писала, что она осуждает и Гитлера. Она была умная женщина, справедливая. С чувством справедливости. Она вполне отделяла добро от зла. И она, поэтому... Поэтому я и не могу ее обвинить в том, что она его поддерживала. Но тогда надо обвинить вообще все наше искусство. И советское, и российское. Которое в свое время, я не знаю, писало песни при Сталине. Бодрые, как Дунаевский. Но гениальный композитор. Мало того, он помогал выживать людям в то время. Я вспоминаю, как об этом рассказывала Бехтерева, чьи родители были репрессированы, расстреляны. Отец был расстрелян. Она попала вместе с детьми других репрессированных родителей в детский дом. И они все думали о том, что с их родителями случилось недоразумение, что в конце концов отпустят. Но они находились в этом долгие годы. И в то же время каждый день по радио лилась эта бодрая, поднимающая дух музыка Дунаевского. Они ходили на какие-то слеты, смотрели выставки. И настроение было приподнятое. Они все равно считали, какое счастье, что они родились в советской стране. Где-нибудь в загнивающем западе, где человек человеку волк.